Согласитесь, звучит несколько провокационно для начала этого вечера. Обычно мы относимся к счастью несколько по-другому. Если задумаемся, то мы скорее считаем, что счастье — это некоторое состояние по умолчанию. Так должно быть. Люди должны быть счастливы. Я должен быть счастливый. Все должны быть счастливы. Все хотят быть счастливыми. И вот как же можно называть первое выступление на TED-TOKI таким образом, что быть счастливым ненормально. Собственно, с этой темой я как раз и хотел с вами разобраться. Видимо, в этом разборе может быть достаточно жарко. Я даже думаю, может быть, стоит раздеться, потому что когда разговор идет о счастье. Итак, но все-таки, если ближе к делу, по поводу ненормальности, об этом как раз мой спич, что нормально, а что ненормально. Если говорить про, например, физическую форму, то в какой-то момент я в своей жизни на весах пробил отметку в 100 килограмм. И уверенно двигался дальше, вперед. И мог бы улететь, наверное, в небеса. И каждый раз, когда я смотрел на себя в зеркало, то мне казалось, не, не, Максим, это ненормально. Надо что-то с этим делать. Это ненормально. И только позже до меня дошло, что это и есть нормально. Ну то есть, что тот вес, в котором я был, он был оптимален относительно образа жизни, который я вел. И, возможно, то же самое со счастьем. Или вообще с такими важными вещами, как здоровье, физическая форма, ну или то же самое счастье. Я хочу на цифрах показать вам, что наше представление о счастье, оно перевернуто. И можно посмотреть на это совсем по-другому. Вот смотрите. Это карта мира, а точнее карта счастья. Более зеленые страны, это более счастливые страны. Более красные страны, это страны, где удовлетворенность людей ниже своей жизни. Мы можем сразу увидеть несколько интересных вещей. Первое, что вы можете заметить. То есть, если вы думали, что переехав из холодного Ярославля в теплую страну, вы станете счастливым, то эта карта показывает, что климат далеко не всегда определяет счастье. Видите, есть прекрасные теплые страны. Например, можно переехать на Карибы. Не знаю, Гаити не самая счастливая в мире страна, несмотря на прекрасный климат. Что еще можно увидеть на этой карте? Что северные страны, в которых минус 20, которые мы сегодня с вами все переживали на улице, являются абсолютно нормальной температурой, являются достаточно счастливыми. И люди там удовлетворены. Такие страны, как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания. Это достаточно интересно. Но самое интересное, это посмотрите, сколько темно-зеленых стран в мире и сколько красных. Если говорить о том, как это счастье измеряется, то есть эту карту нарисовал не я, ее рисует World Happiness Report и компания Gallup, которая совместно с ООН каждый год на протяжении последних 10 лет делает большой отчет о счастье в мире. Как измеряется счастье? Примерно 50 лет назад известный социолог Кентрилл сформулировал такую идею. Я предложу вам тоже ответить на этот вопрос. Представьте себе лестницу. Ну, чтобы вам было легче представить, она на экране. На этой лестнице 10 ступенек. Десятая ступенька, самая высокая, это идеальная жизнь, которая у вас могла бы быть. Касается всего. Того, где вы живете, с кем, чем вы занимаетесь, как вы себя чувствуете, какое у вас настроение, как вы выглядите в зеркале. И самая первая ступенька, это дно. Ну, самый худший вариант, который мог бы случиться. Я надеюсь, что в этом зале никого нет. И вопрос Кентрила, и вопрос Gallup звучит следующим образом. На какой ступени этой лестницы вы сейчас находитесь в своей жизни? Задумайтесь на секунду. Ответьте себе. Понятно, что это динамическая система, она может меняться. Но где вы видите сейчас? И я попрошу поаплодировать тех, только тех, кто находится на седьмой или выше. АПЛОДИСМЕНТЫ Окей. Я видел, что некоторые из тех, кто сейчас аплодировал, аплодировали так, как будто вы не на седьмой или выше. Но, окей, да пусть. Давайте, тогда я сейчас попрошу поаплодировать всех. Да. О, отлично. Чтобы было больше энергии, и вы все, может быть, чуть-чуть приподнялись в этой лестнице. Но на этой картинке вы можете видеть, что по методологии Кантрила и по методологии Гэллоп счастье начинается со седьмой ступени. То есть все, что ниже седьмой ступеньки, это либо какой-то подход к счастью, либо вообще не очень счастливое состояние человека и людей. Гэллоп делает это исследование в 148 странах каждый год в мире. И как вы думаете, если взять среднее значение по странам, то сколько стран из этих 148 в среднем имеют значение больше семи? Может быть, вам придет в голову, что половина всех стран в мире. Может быть, одна треть. Но если посмотреть на данные, то по последнему репорту это всего 17 стран. То есть в мире всего 17 стран, где средняя удовлетворенность жизни в стране 7 или выше. То есть другими словами, это страны, где можно сказать, что в среднем живут счастливые люди. Или удовлетворенные своей жизнью. Понятно, что мы можем несколько разделять понятие удовлетворенности и счастья. Здесь есть хорошая новость. Хорошая новость, что еще пять лет назад этих стран было 13. Сейчас их стало 17. Есть плохая новость. Россия не входит в это число стран. Да, Россия находится в восьмом десятке. Со средней оценкой 5,5. То есть до 7 еще достаточно большое пространство для прогресса. Что интересно, если посмотреть на эти страны, их не так много. И если сложить население всех этих стран, то это не больше 5% населения в мире. Возвращаясь назад к моей теме, может быть мы заблуждаемся, когда думаем, что счастье это установка по умолчанию, а несчастье это какое-то отклонение. Судя по данным, может быть как раз некоторая неудовлетворенность и несчастье является настройкой по умолчанию, а счастье является отклонением. Вы просто задумайтесь над этим. А что если счастье это отклонение? И тогда возникает вопрос, а что нужно для этого отклонения? Происходит ли оно само по себе? Нет, на то оно и отклонение. Само по себе происходит норма. Отклонение это возможно какие-то приложенные усилия. И например, если посмотреть на страны в этом рейтинге, вы можете увидеть в начале. Финляндия, Дания, Швейцария. Если до пандемии, когда мы путешествовали, у кого-то из вас была возможность бывать в этих странах, то возможно у вас возникала мысль. О, как неплохо здесь все устроено, как хорошо управляются эти страны. Соблюдаются свободы, чисто, уважаются права человека и так далее. И мы тоже начинаем думать, что так должно быть по умолчанию. А если в какой-то стране этого не происходит, то это отклонение. Но давайте посмотрим на другую карту. Да, это карта как раз уважения и включения людей в управление страной. Таких стран очень мало, в которых действительно выстроены такие существенные институты. И опять же, на это можно посмотреть позиции того, что хорошее управление страной не является позицией по умолчанию. Это скорее отклонение. В мире гораздо больше стран, которые не очень хорошо управляются. И если задуматься, а какая есть область в нашей жизни, которая хорошо иллюстрирует вот эту ситуацию, когда нужно прикладывать усилия, чтобы что-то было, когда нужно прикладывать усилия, чтобы ты был счастливый, или когда нужно прикладывать усилия для того, чтобы в стране построить сильные институты, которые делают ее хорошей для жизни, то на ум приходит очень простая сфера. Эта сфера — наша физическая форма, наше тело, которое есть у каждого из нас. Мы каждое утро смотрим на себя в зеркало. Мы видим ту форму, в которой мы находимся, тот вес, то состояние, ту энергию, которая есть или ее нет. Это суперполигон, на котором можно потренироваться и посмотреть, как прикладывать усилия для того, чтобы что-то создать. Ни у кого же из нас не возникает мысли, что оно само случится. Я сам буду в хорошей форме, я сам буду хорошо себя чувствовать, просто, если буду лежать на диване, там, щелкать телевизор, в одной руке держать баночку пива, а в другой — попкорн. Нет. Мы понимаем, что для этого нужно прикладывать усилия, возможно, так же, как со счастьем или со странами. И я хотел бы рассказать вам о трех вещах, которые, по моему опыту и опыту десятков тысяч человек, которые занимаются в наших проектах, позволяют людям очень эффективно прикладывать усилия и продвигаться в направлении счастья. Три принципа. Первый принцип — это мыслить марафонами. Что значит мыслить марафонами? Это значит ставить в приоритет более долгосрочные цели. Если вы бегаете в марафоны, то, может быть, вы знаете, что изображено на этой фотографии. На ней даже есть я. Если присмотреться, то вы можете увидеть точки. Это люди. Это 52 тысячи человек на мосту Верозану на Росбридж в Нью-Йорке. В 2008 году, летом, я вышел на свою первую пробежку. Точнее, как я вышел. Мы втроем вышли. Я, мои лишние 100 килограммов и мое желание кардинально поменять свою жизнь. И была идея, что мы втроем пробежим десяточку и потом поедем на работу. Но каково же было мое удивление, что нам практически сразу стало тяжело. Потом очень тяжело. Потом невероятно тяжело. Ну и потом я развернулся и вернулся домой. Замерил на машине, сколько я пробежал. Оказалось, что это было полтора километра. Мое эго было просто разрушено. Я подумал, ты даже не можешь пробежать 10. С тех пор начался мой путь к марафону. Я решил, что... Я посмотрел, какие бывают беговые цели. Казалось, что есть дистанция 42. Самая большая в беге. Классическая дистанция. Меня так вдохновила эта идея, что весь следующий год был посвящен тому, что я готовился к марафону. Но когда я его выбирал, я подумал, что надо выбирать самый классный марафон. Потому что если это будет последний марафон в моей жизни, вы, наверное, знаете историю про первого марафонца, то, по крайней мере, это будет самый вдохновляющий. Так появился Нью-Йорк. В итоге за год я подготовился и оказался на этом мосту. Это фото сделано как раз в 2009 году. То есть я не преувеличил, когда я сказал, что я где-то там нахожусь. И это драматически изменило мою жизнь. Это показало то, что мы можем... Ну и я могу ставить долгосрочные цели в приоритет, а не идти на поводу у краткосрочных и сиюминутных удовольствий. Поведенческие экономисты называют это дисконтированием будущего. Ну, например, почему люди курят, да, потому что какое-то будущее, дополнительные годы жизни, здоровья, это где-то далеко, эфемерно. А вот этот момент удовольствия прямо сейчас. И вот так мы и сдаем свое будущее, идя на пути сиюминутных удовольствий. Поэтому первый принцип это мыслить марафонами, ставить долгосрочные цели. И тогда усилия могут быть направлены в сторону достижения результатов. Второй принцип привязывать себя к мачте, как это делал Одиссей. Возможно, вы помните эту историю. Одиссей знал, что сирены очень волнительны и могут вдохновить его настолько и увлечь, что его корабль разобьется. Он знал свою слабость. Каждый из нас знает свои слабости. Мы знаем слабость. У кого-то это слабость к сладкому, у кого-то это слабость к тому, чтобы поспать, у кого-то это слабость к тому, чтобы перед сном открыть пару раз холодильник, посмотреть, нет ли там случайно чего вкусного. Зная эти слабости, первое, мы можем ничего с этим не делать, думая, что все само случится. И второе, это мы можем быть как Одиссей. мы можем привязывать себя к мачте тем или иным способом. Это может быть личное обещание, это может быть подготовка своего холодильника таким образом, чтобы в нем ничего не было, когда не нужно, чтобы в нем что-то было. Но в любом случае без этих усилий вряд ли что-то дельное получится. И третий принцип, наверное, один из самых важных для меня. Этот принцип связан с трансформацией. Этот принцип связан с тем, что очень часто мы думаем, что надо поменять что-то вокруг для того, чтобы поменялось в нашей жизни. Я так делал, когда я имел много лишнего веса и хотел похудеть. Я покупал карту в фитнес-клуб каждый год. Может быть, некоторые из вас тоже так делали. Но куда ее не прикладывай, от этого обычно не худелось. А количество раз, которые я посещал фитнес-клуб, это было всего пару раз в год, но больше не хватало моей мотивации. И в какой-то момент, когда я уже увлекся спортом, и мне понравилась эта идея с долгосрочными целями и с марафонским мышлением, я начал учиться плавать и придумал такую идею, о которой как раз сказал ведущий, когда меня представлял. У меня появилась идея, почему бы не переплыть Гибралтар. Это пролив, разделяющий Испанию и Марокко. Это пролив, разделяющий Евразию и Африку. В самом узком месте это 17 километров. Это была просто какая-то драматическая цель за гранью добра и зла. Но меня она настолько вдохновляла, что я купил карточку в тот же самый фитнес-клуб. Потому что он был удобен, и туда можно было ходить достаточно часто. И в какой-то момент я обнаружил себя шестой раз за неделю в том же самом бассейне, в который я не ходил, с той же самой плиткой, с той же самой водой. То есть все было так же, но по-другому. Потому что когда у тебя есть ответ на вопрос «зачем?», то «как» и «способ» всегда найдется. И цели, интересные цели, они дают ответ на вопрос «зачем?». Это три принципа, которыми я хотел поделиться, говоря о том, какие усилия мы можем прикладывать для того, чтобы стать счастливыми. Потому что само по себе счастье не падает с неба. Иногда мы думаем, что если я несчастлив, или если я не удовлетворен чем-то в своей жизни, то это значит, что в мире что-то сломалось. Ну что-то пошло не так. Удача отвернулась от меня. Да не в мире что-то сломалось, а в голове у нас что-то сломалось в этот момент. Потому что и счастье, и качественное управление, и своя форма, и свое тело – это то, что мы создаем здесь, на земле. Оно не падает с неба. И эта мысль, она настолько глубоко вошла в меня на одной из встреч. Так же, как вы сейчас сидите и слушаете меня, и уже проделываете некоторый путь. Так же и в моей жизни, 12 лет назад, я оказался на подобной встрече, когда двое людей, абсолютно обычных, рассказывали о том, как они сходили на Эверест. 8 848 метров. Я сидел на краешке стула весь вечер. И выйдя оттуда, я подумал, люди живут такую интересную жизнь, так смелые, и ставят такие цели перед собой. А что я? Что я делаю для того, чтобы наполнить свою жизнь, сделать ее интересной, стать счастливым? Я очень надеюсь, что сегодняшний лайнап спикеров натолкнет вас на какие-то похожие мысли. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ